Всем привет дорогие друзья, вы на канале State of Games и в этом видео я отвечу вам на один злободневный вопрос касательно консоли PlayStation 5 Нужна ли вам PlayStation 5 в 2024 году? Нужна ли она мне в 2024 году? Нужна ли она моему другу, который купил консоль годом ранее, поиграл в пару льзов, успел продать и теперь думает о покупке слимки? Это вопросы, на которые я постараюсь ответить Ровно год назад мне подарили на день рождения PlayStation И за это время Sony анонсировала и выпустила слим версию Конечно же, а как иначе? Не могла она это сделать чуточку раньше, чтобы мне уже подарили слим версию Ну да ладно, консоль есть консоль Далее Microsoft завершила таки сделку с Activision Blizzard И теперь Sony в истерике просто выпускает свои громкие релизы на ПК дальше, чем видит Из-за этого эксклюзивов на самой PlayStation с каждым годом становится все меньше и меньше К тому же не добавляет радости от покупки этого чудоустройства конские цены на игры Отсутствие каких-либо оригинальных цен, а самое главное исчезание эксклюзивов вообще как класса Игрокам, которые проходят игры не в запой, имея в виду сюжетные прохождения, консоль будет служить верой и правдой долгие годы Пока будут проходиться старые игры, выйдут новые, в том числе и эксклюзивные игры Но по-настоящему увлеченным игрокам, задротом, что греха дейти, я про себя на самом деле и говорю Консоль может быстро надоесть, как это собственно со мной произошло Я например прошел второго Человека-паука за 4 вечера Затем играл 2 недели в сиквел Alan Wake И то, потому что решил проходить игру не спеша, так бы я прошел его вообще за неделю И как бы все друзья, консоль у меня зачастую просто лежит на полке и пылится Если у вас есть мощный ПК, как у меня например, то все, консоль будет простаивать В этом я увиделся на своем опыте Последнее время я играл в Аватара, в Warhammer 40 тысяч, в Rock Trader, в Fallout 76 даже запускал И все, все это на моем компе было сыграно Про консоль я соответственно вообще забыл на какое-то время Другое дело, если у вас этого самого ПК нет, тогда основной платформой для игр становится консоль Или если вы стримите с консоли и обрабатываете стримы на ПК Но это совсем другая история, там еще нужна будет приставка видеозахвата Это другая степь Сейчас на консоли лучше играть, используя физические издания Это я скажу на своем опыте, потому что покупка электронных изданий это тот еще гемор Особенно сейчас, в этой непростой обстановке Покупать игры мы можем в магазинах или например на Авито Но оверпрайс на новинки заставляет нас лишь как-то испуганно смотреть в сторону кооперирования с друзьями И покупки игр на Авито В складчину там в любом случае получается дешевле Многие именно поэтому играют в фри-то-плей игры, где не нужно платить 10 тысяч, чтобы прикоснуться к шедевру Особенно если это какие-то эксклюзивы, но в последнее время эксклюзивы от Sony стали стоить столько же, сколько например какие-нибудь обычные издания там от Activision Blizzard или от других компаний Да, я не говорю про все игры, некоторые игры стоят адекватных денег, но большинство игр стоит просто космических денег 6-7 тысяч это сейчас нормальная цена за игру Что согласитесь, п***ец Что согласитесь, сомнительно и ни окей ни разу И вот чтобы запустить некоторые из таких игр, соревноваться с друзьями в мультиплеере или купить банальную электронную версию Нам нужен будет иностранный аккаунт, который не так-то просто создать в последнее время Пополнить кошелек в PayStore также нужно через какие-то сторонние сервисы и площадки Где в 100% случаев с вас будут драть какую-нибудь комиссию В 5-10, ну 5 это наверное мало, 10 и более процентов И захочется ли вам заниматься таким геморроем, это вопрос Вопрос на который я вам не отвечу Я прошел через все эти стадии Я создавал аккаунты, я покупал на сторонних площадках валюту, чтобы мне закидывали на мой турецкий аккаунт В общем это все нифига не просто И если вы новичок и не понимаете как это делать, вам предстоит пройти через многие стадии ада, скажем так, с этой консолью Если, ну, банально не будете покупать физические издания Физические издания прост Вставил диск, запустил и играешь Даже обновление по воздуху приходит, Sony эту, как бы, вещь не закрывала от российских игроков За что ей, наверное, спасибо Не стоит забывать, если вы закинули денег на свой зарубежный аккаунт и хотите купить игру То вам придется покупать ее по цене того региона, где был этот аккаунт создан Например, у меня сейчас турецкий аккаунт и все игры я там покупаю за лиры Но с рублей на лиры перевести не так просто, как вы думали Это не тот курс, который вы там в гугле били, курс лиры к рублю Нет, там сначала будет перевод осуществлен с рублей на доллары, потом с доллар на лиры И, короче, это действительно геморрой В общем, все варианты имеют свою особенность Скажем так, мало купить саму консоль, вам придется попотеть еще и с покупкой игр Либо отвалить слишком много денег, чтобы купить физическое издание Или найти друзей, чтобы с ними скооперироваться Либо покупать электронные версии, но там тоже много геморроя Правда, если вы новичок, вам будет действительно непросто все это, наверное, создать и сделать Если вы уже знаете и проходили этот путь, то вам уже будет, естественно, проще Но, опять-таки, там очень много заморочек С российского аккаунта ничего не купить, вам нужен зарубежный Но зарубежные аккаунты сейчас так просто не создать Поэтому тонкостей очень много И еще один момент, который я хотел бы упомянуть Если вы хотели брать PlayStation 5 без дисковода То забудьте просто эту идею Не надо себя ограничивать Подумайте еще раз Возьмите лучший PlayStation с дисководом Чтобы себя не ограничивать вот этими рамками электронных изданий Потому что вам будет намного проще просто вставить диск и играть в игру В свою любимую, возможно Если же говорить про саму консоль и ее внешний вид То она безумно красивая По дизайну она очень футуристична К тому же имеет сменные панели, которые можно заказать на любом Озоне или Wildberries К сожалению, фатка очень огромная И как раз этот недостаток призвано устранить Slim-версия Которая к моменту записи этого ролика успела подешеветь Я видел цену в 58 тысяч рублей Но уверен, что она еще подешевеет На тысяч пять уж точно Из приятных фишек консоли Стриминг в 4К Запись геймплея на протяжении последнего часа Это, кстати, очень удобная функция Особенно если вы делаете какие-нибудь ролики Связанные с играми Какие-то моменты запечатлеваете Либо просто стримите Также не мог не упомянуть про быстрое пробуждение Возврат в игру Когда вы со спящего режима Буквально за какие-то секунды Можете опять вернуться в игру И продолжать с того места, где вы закончили Еще такой небольшой особенностью Этой консоли является то, что На некоторой ревизии стоимость выше Так как у них уменьшен шум Обычно такие дела обстоят именно с новыми ревизиями Просто обращайте на это внимание Потому что если вы берете консоль И у одной цена ниже Но продавец один и тот же Возможно это разные ревизии И какая-то из них будет более шумно Какая-то менее По крайней мере Про такой пишут в интернетах В этих самых ваших Делая вывод из всего вышесказанного Учитывая плюсы и минусы консоли Я считаю, что сейчас Если бы вот я брал консоль Я вот такой геймер, задрот Который играет во все новые эксклюзивы и проекты Я бы ее не покупал Потому что на ней нет новых крутых игр От слова совсем Подписка PS Plus Открывает нам огромную библиотеку игр Для меня, например, она Абсолютно не представляет никакого интереса Потому что во многие проекты я играл уже Ну а тем людям, у которых нет игрового компьютера Они играют не чаще двух раз в неделю Это прекрасный вариант В конечном итоге Сейчас я консоль использую больше Как элемент интерьера Нежели игровое устройство Или игры во что-нибудь соревновательное Когда приходят друзья Ну мы сражаемся с ними в файтингах Или гонках друг против друга Лично для себя же я считаю Что покупать Sony в 2024 году Бессмысленно Особенно когда консоль из крупных эксклюзивов Ровно сейчас Имеет лишь God of War И Человека-паука 2 Horizon Forbidden West Например, уже спешит на ПК И через полтора месяца Уже лишится эксклюзивности Ну а призрак Цусима был еще и на PS4 Не в Bloodborne же Сейчас играть на PlayStation 5 Только остается мне, что чистить ее от пыли Хотя я сейчас играю как раз в God of War Ragnarok Может быть на недельку-другую меня консоль займет Посмотрим, что нам Sony предстоит в этом году Пока все тухленько и того не стоит Лично на мой взгляд Если есть деньги И вы готовы тратить на игры по 5-6 тысяч Берите PlayStation 5 мне кажется еще будет актуально лет 5 точно Если вы хотите стримить игры с консоли Тоже берите Но если вы хотите играть в эксклюзивы от Sony То тут их, к сожалению, с каждым годом становится все меньше и меньше И когда пополнение этих эксклюзивов Непонятно Sony такое ощущение, что пока не поймет, куда ей двигаться Либо просто закидывать людей экзамен Либо выпускать все везде и сразу Пока Microsoft старается просто распространиться везде и вся И с их геймпассом я бы сказал, что у них это получается Потому что это достаточно интересный проект Sony такая в каком-то промежуточном состоянии Не понимая, что им делать Либо выпускать эксклюзивы только на PlayStation 5 Либо выпускать все это и на ПК Но тогда нужно как-то и с Xbox конкурировать В общем, будем следить за развитием событий в 2024 году На этом же у меня, дорогие друзья, все Такие мысли у меня по поводу этой божественной консоли Божественной, конечно же, в кавычках Обычная игровая консоль, хорошее решение, я считаю Но если эксклюзивов, то вы их здесь не найдете уже Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк Подпишитесь на канал, если вы новенький Ну и не забывайте про соцсети, они тоже есть в описании С вами был Влад, всем хороших игр, друзья Всем пока! И как бы все, друзья Консоль у меня зачастую стоит и пылится на полке Или лежит, в зависимости от ориентации ее Не, не надо В зависимости от ориентации не надо Я думаю, вы будете это смотреть после записи, естественно Если вы играли во все и вся просто с PlayStation 4 То на PlayStation 5 переходить ровным счетом вообще не стоит Ну если вы, конечно, не любитель там FIFA и колды какой-нибудь Ну колда еще как бы 10 лет побудет на PlayStation Там же у них контракт с Activision Blizzard И вот потом это все в Xbox появится Хотя в Game Pass, я думаю, это уже скоро появится В этом 2024 году 100% что-нибудь в Game Pass выйдет Мне кажется, там выйдет даже Diablo 4 Вот просто я почему-то Почему-то мне кажется, что там выйдет Diablo 4 И все, и Game Pass такой типа А у нас еще есть Diablo 4 Представьте, это типа минус сколько? 5К, наверное, да, людям? А если там еще и колда появится в этом году? Ой-ой-ой Ну в этом году явно ждет Sony что-то такое Какая-то новость, которая их просто, я не знаю, порвет Мне кажется И они такие Выпускаем там God of War Ragnarok на ПК Выпускаем, что там еще у них осталось? Человек-паук 2? Все? Что? Из эксклюзива в Sony Там есть сейчас В данный момент Ладно, берем Horizon еще Forbidden West, но это месяц и она на ПК появится God of War Ragnarok Ну, скоро полтора года игре исполнится Ее, скорее всего, тоже выпустят в этом году на ПК, мне кажется Человек-паук 2 А в этом году, скорее всего, мне кажется, не будет ее на ПК Вот, ее в 25-м выйдут Но потом выйдет, ладно, окей Потом выйдет GTA 6 Но GTA 6 будет и на Xbox То есть тут 50-50 Тут больше пользователей ПК-таки взгрустнули И все? Что? Три игры? Ratchet & Clank, Rift & Pad уже на ПК есть Что там, Wolverine, где он когда Опять будет какой-нибудь это Каким-нибудь экшеном от третьего лица С сюжетом, который Эти активисты из Sony пишут Ну, такое, не знаю Короче, если вы во все и вся играли То PlayStation прям, ну Будет вот так стоять Где-нибудь рядышком На фоне Может, в следующем видосе поставлю ее вот туда Такие дела Увидимся